Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Главным событием этой недели должно было стать наступление лета, но не сложилось. В прошлогодней истории повторяется и теплой погоды, судя по всему, придется немного подождать. Жаль, конечно, но, согласитесь, это лучше, чем то, что было в 2010 году. Впрочем, не будем унывать. Если верить синоптикам, уже на следующей неделе должно потеплеть, хотя дожди никуда не денутся. А тем временем, несмотря на все капризы погоды, в России продолжается экзаменационная кампания. 6 числа выпускники сдавали самые массовые ЕГЭ по русскому языку. В этом году его написали почти 650 тысяч человек по всей стране. Для них были организованы несколько тысяч пунктов проведения экзаменов, в каждом из которых велось видеонаблюдение, а сами материалы печатались прямо на месте. Все для того, чтобы сделать процедуру максимально честной и прозрачной. О том, как ЕГЭ по русскому писали в нашем городе, расскажем прямо сейчас. 6 июня в России отмечается День русского языка. И так совпало, что именно в этот праздник школьники нашей страны сдавали экзамен по русскому языку, который считается одним из самых сложных для изучения во всем мире. Но, как говорят выпускники, вышедшие из пунктов приема экзаменов, самое главное – подготовка. В целом, экзамен был не такой уж и сложный. Ведь наши учителя, как правило, дают нам знания на 100 баллов, а результат ЕГЭ покажет то, как мы их хорошо слушали. Если готовиться к русскому языку, написать его на 80 плюс – это вполне реально. Экзамен, в какой бы форме он ни проходил, всегда стресс для школьника. У одних волнение проходит, когда печатают кимы, и ученик настраивается на рабочий лад. Другим нужно увидеть тесты, чтобы оценить силы и успокоиться. А третьи заранее уверены, что правятся с любым заданием. Мне кажется, экзамен прошел хорошо. Волнений, как такового, в принципе, не было. Потому что, в принципе, тот преподаватель, который у меня вел все эти годы в школе русский язык и литературу, внушил мне уверенность в себе, в своих силах, и поэтому я шла на экзамен, не волнуюсь. После экзамена ребята еще долго не расходились, ждали своих одноклассников, делились с ними впечатлениями, обсуждали задания. И обязательно звонили родителям. Когда готовишься два года, прореживаешь кучу страшных-страшных вариантов, готовишься к самым нетипичным заданиям, а в итоге попадается все простое, адекватное, типичное. И ты со спокойным сердцем знаешь, что ты готов, все это прорешиваешь. У Маши Яушкин экзамен совпал с днем рождения. И у дверей школы ее ждали родители с цветами и воздушными шарами. Волнения остались позади. Сочинение написано, но усталость после трех с половиной часов экзамена еще не прошла. Ну, экзамен прошел нормально, и задания были, ну, как и ожидались, стандартные. Выпускникам осталось совсем немного, и можно будет сделать небольшую передышку. А потом наступит следующий этап – студенческая жизнь. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. И раз уж мы заговорили об образовании. В Сарове стартовал прием заявлений на целевое обучение в вузах-партнерах РФИАЦНЕВ. Помимо самого заявления, школьникам необходимо предоставить резюме, согласие на обработку персональных данных, всерокопию паспорта, а также, по желанию, результаты профориентационного тестирования. Документы принимают в 301-м кабинете здания УСИС в подресу улицы Железнодорожная, 4. Там же абитуриенты пройдут собеседование со специалистами Департамента оценки и развития персонала РФИАЦНЕВ. Перечень вузов, которые заключили с ядерным центром партнерское соглашение и бланки всех необходимых документов, опубликован на официальном сайте Департамента образования. Медленно, но верно, Саров меняется в лучшую сторону. Уже сейчас это можно заметить невооруженным взглядом, но впереди все равно еще слишком много работы. В ближайшее время в нашем городе начнут воплощать проекты по созданию комфортной городской среды. О том, в какие из городских территорий вдохнут новую жизнь, депутаты побеседовали на очередном совместном заседании думских комитетов. Побывали там и наши корреспонденты. На 4 миллиона рублей, полученных в рамках программы формирования комфортной городской среды, будут благоустроены дворы на улицах Гоголя, Московской, Курчатова, Герцена, Маяковского, Ленина, Шевченко, Духова и Силкина. Запланированной работой не требуется финансирование со стороны жителей. Это ремонт проездов и установка лавочек и урн. Подрядчик определенным стал ДЭП. Все работы обещают закончить к 31 августа. В ближайшее время начнут благоустраивать и парк Зернова. До конца сентября здесь появится новая современная детская площадка. Мы планируем устройство только детской площадки. Большой, хороший, с резиновым покрытием, с заменой устройством мощения, с установкой элементов игровых для разных возрастных групп. Сейчас проект площадки, общая стоимость которой 19 миллионов рублей, находится на экспертизе. После получения ее результатов начнутся строительные работы. А вот работы на набережной Сатиса будут уже в следующем году. Саров стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов в номинации «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек» и получил грант в размере 100 миллионов рублей. До конца 2018 года будут проведены проектные работы. А уже в 2019 начнется реализация идеи. «Плодочная станция – это основной элемент. Потом спортивные площадки, площадки, городки, волейбольные, места, где купаться нельзя, к сожалению, пока. Но места для загара, летней души, будут места для сезонной торговли, без повеления». На основании идеи будут разработаны три концепции, лучшие из которых выберут горожане на публичных слушаниях. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». Для коренного соровчения на лестнице «Миру-мир» – это такой же символ нашего города, как стелла у вечного огня или колокольня. Мне еще нравится здание магазина «Гвоздика». Могу ошибаться, но в нем чувствуется рука настоящего архитектора, мастера своего дела. Такие объекты не просто могут, а должны радовать глаз. Это визитная карточка нашего города, его лицо. К сожалению, судьба лестницы «Миру-мир» в этом плане складывалась непросто. После того, как было принято решение ее отреставрировать, сразу начались проблемы. Несколько раз менялись подрядчики, сами работы сильно затянулись. А меньше чем через год после их завершения, внешний вид лестницы и прилегающих территорий снова начал вызывать обеспокоенность у горожан. С вопросом о том, кто должен следить за состоянием живописного спуска, соровчане обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Неподалеку от верхней площадки лестницы свалены разбитые куски серого камня. Подойдя поближе, становится понятно, что это отделочный материал, которым облагородили любимые соровчанами место в городе под названием «Миру-мир». Такая картина вызывает множество вопросов. В первую очередь, потому что долгожданная реконструкция лестницы была завершена всего чуть меньше года назад. Сдача объекта предшествовали работы по укладке плитки, подготовке и выравниванию оснований, после чего начались сварочные работы и шлифовка поверхностей. Лестница, построенная еще в 1956 году, должна была приобрести приличный завершенный вид. Ну а в центре этого круга должна была быть установлена символичная красивая ротонда, которая является одним из опознавательных признаков лестницы «Миру-мир», которая, кстати, является достопримечательностью Сарова. Проект реконструкции «Миру-мир» был создан еще пять лет назад. И с того момента с самой протяженной в городе лестницей произошло много интересного. Менялись подрядчики, разрывались контракты, строители переделывали друг за другом работу. К словам, стоимость реконструкции составила пять миллионов рублей. Шанс на то, что стелла здесь еще появится, у горожан пока остается. Но вот само название, выложенное на склоне, уже поросло травой. Высота нескошенной травы достигает половины роста взрослого человека. Ну а незнающий человек даже не поймет, какая известная и символичная надпись скрывается за этими зарослями. Такое впечатление, что все заросло. И хотелось бы, конечно, благоустройство. Ну работает, и ладно, мы же в России живем все-таки. Ну не стригут мусор, а так надписи какие-то не стертые. Не прошло и года с момента сдачи в эксплуатацию обновленного объекта. Однако сегодня здесь газоны с нескошенной травой, отвалившаяся плитка, наспех залатанные дыры и мусор. Канал 16 будет следить за судьбой знаменитой городской лестницы. Дарья Цапорыгина, Артемий Иглазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 3 июня в Сарове прошел Крестный ход. Напомню, в этот день православный мир отмечает День всех святых. Крестный ход в нашем городе уже давно стал традицией. Каждый год в нем принимает участие больше ста прихожан. По традиции участники Крестного хода несли две большие иконы. Преподобного Серафима Саровского и Божьей Матери. Под этими православными знаменами они обошли главные городские святыни и храмы. О том, что движет тем людьми, которые принимают участие в Крестном шествии и какие эмоции они испытывают во время этого по-настоящему праздничного путешествия, расскажем далее. Крестный ход, который начал свой путь от Храма всех святых, продлился до самого вечера. Участники торжественного шествия с хоруговыми иконами Богородицы и преподобного Серафима Саровского направились на Дальнюю пустынку. Алексей участвует в шествии вместе со своими маленькими детьми. Это такой праздник. Праздник молитвы, праздник общения, когда мы встречаемся все из разных храмов, люди, друзья старые, старые знакомые. Это день, когда мы можем вместе собраться, вместе помолиться. Во время движения Крестного хода все желающие присоединялись к молитвенному шествию. Маршрут предполагал небольшие остановки у храмов и в общей сложности составил приблизительно 20 километров. Мы проходим вокруг всего-всего-всего города. Молящиеся присоединяются. Вот начинает после службы немножко людей, а заканчивают уже несколько сотен человек. Дмитрий Захаров – постоянный участник крестных ходов. И в разное время он выполнял определенные обязанности. Нес хоругови, иконы, было в так называемое «оцепление», то есть направлял шествие и не давало выходить на встречную полосу движения. В конце пути Дмитрий испытывал разные чувства. Не только физическую усталость, но и душевную приподнятость от того, что выдержал это испытание. Ну, конечно, удовлетворение в конце. Естественно, что прошел, смог. Потом, все-таки, это понимание того, что это молитва не только о себе, а о других, о городе, о людях, это дает силы. Несколько сотен жителей и гостей нашего города приняли участие в крестном ходе, посвященном празднику всех святых. Водраст участников был различным. От самых юных саровчан до людей преклонного возраста. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Больше тысячи лет назад персидский врач Аразес описал заболевание, которое он считал легкой формой оспы. Он ее так и назвал «малая болезнь». К началу 20 века «малая болезнь» стала одной из самых распространенных и страшных детских инфекционных болезней. Одного больного было достаточно, чтобы целое государство охватывала эпидемия, как это произошло с островами Фиджи, где лишь одного из пяти человек зараза обошла стороной. «Малая болезнь» оказалась корью – крайне тяжелым заболеванием, которое до появления вакцины могло привести к летальному исходу. И даже сегодня, несмотря на все достижения современной медицины, окончательно победить корень не удалось. О том, чем она опасна, как себя обезопасить и почему отказ от вакцинации – это игра с очень высокими ставками, расскажем в следующем сюжете. Несколько лет назад рост заболеваемости корью списывали на беженцев из неблагополучных стран. Но последние данные говорят о том, что немаловажную роль в распространении вирусной инфекции играют и россияне, которые по разным причинам отказываются прививать своих детей. В 2017 году уже прошла регистрация 721 случая заболеваемости корью. За два месяца текущего года у нас уже регистрация 521 случая заболеваемости корью. Корь передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре. Даже нахождение в одном помещении с больным человеком приводит к заражению в 100% случаев. Серьезные инфекционные заболевания прежде всего опасны своими осложнениями. Вирус поражает слизистую глаз, верхних дыхательных путей. Поэтому такие осложнения, как блефориты, конъюнктивиты, стоматиты могут быть, пневмония. И самое грозное, но редкое осложнение – менингоцифалит, инцифалит. Против кори пока не существует специфического лечения. Можно лишь облегчить больному течение болезни, снизить риск развития осложнений и передачи вируса окружающим. В данный момент в городе не зафиксированы случаи кори. Мы надеемся, что это так и будет у нас. Единственная у меня просьба, конечно, к нашим родителям, чтобы как-то пересмотрели свои взгляды на вакцинацию против этого грозного, серьезного заболевания. Сегодня вакцинация против кори входит в национальный календарь прививок. Дети получают две дозы препарата в возрасте одного года и шести лет. В составе комбинированной вакцины против кори, краснухи и паратита. Только родители могут решать, делать прививку от кори своему ребенку или нет. Но прежде чем принять окончательное решение, нужно тщательно взвесить все «за» и «против». Более 90% заболевших за последние годы детей были непривиты. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Хоть настоящего лета у нас пока и не наступило, дачные выраживают в строгом соответствии с календарем. И недавно злоумышленники торжественно открыли сезон огородных краж, умыкнув немного нивана чугунную ванну. В другом случае преступники похитили 350 килограммов металлолома. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Дорога на озеро Протяжное на этой неделе стала особо популярной у Саровских полицейских. Работали там не только сотрудники ГИБДД. Из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков на объездной дороге был остановлен гражданин на автомобиле «Форд». И, как оказалось, выстрел не был холостым. При досмотре данного автотранспорта граждан было обнаружено наркотическое вещество 0,248 грамма. Неизвестное вещество отправлено на экспертизу, а в отношении водителя ранее судимого и его попутчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Участники другого случая, произошедшего на этой дороге, сейчас находятся в больнице. Гражданин, отмечающий свой юбилей, возвращался с друзьями с ночного купания, но до дома так и не доехал. На расстоянии 2300 метров от улицы Ключевой, от самого крайнего дома, не доезжая улицы Ключевой, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие дерево. В итоге именинник и его попутчики оказались на больничной койке с переломами различной степени тяжести. И если в этом случае причиной аварии стал алкоголь, то следующая произошла по вине погодных условий. Один житель нашего города получил травму, находясь за рулем своего автомобиля во время недавнего урагана. Около площадки 22 в городе Саров водитель 55-го года рождения двигался и при движении на крышу автомобиля упало дерево. В результате ДТП водитель получил ушиб головы и поясничного отдела позвоночника. После осмотра врачом приемного покоя был отпущен домой. Правда, теперь ему придется решать вопрос, что делать с автомобилем. Сдать на металлолом или попытаться восстановить. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. Несмотря на недавний град и в целом, как я уже не раз отмечал, далеко не летнюю погоду, в Сарове продолжает действовать особый противопожарный режим. До его отмены гражданам запрещается разводить костры. Использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи в лесах и прилегающих к ним земельных участках. В случае поимки нарушителям грозят штрафы, вплоть до шестизначных. Кроме того, в городе вступил в силу запрет на посещение лесов. В жаркую погоду человека манит своей прохладой лес, где можно укрыться от зноя в тени деревьев. Но погода зачастую вносит коррективы в планы горожан. Одни не знали, другие не придали значения действующему запрету на посещение лесов и нарушили закон. Посещать леса можно только там, где это разрешено. А именно, прогулочная тропинка, это вот от 15-й школы и туда до водовода. Там можно гулять. Наши экологические тропы. По тропам тоже можно гулять. Это уже от водовода и до родников. Также саровчане могут погулять в акваториях озера Протяжного и пруда Борового. Запрет на посещение лесов – это профилактическая мера, которая призвана не допустить возникновения лесных пожаров. Эти деревья пострадали в пожарах 2010 года. Если провести рукой, то сажа на руке остается до сих пор. Летом 2010 года человеческая беспечность стала причиной лесного пожара. Огонь потушили и не допустили распространения на город. Но выигравший участок в 5 гектаров восстанавливают до сих пор. Только изменение погодных условий способствует нормализации пожароопасной ситуации. Нужно, чтобы несколько дней шли сильные дожди, чтобы подстилку промочило где-то на штык лопаты. Это вот земля должна быть там внизу сырой песок. Только тогда, может быть, снимется этот режим. Но в любом случае посещение лесопарковой зоны строго регламентировано. Прежде чем пойти в лес, группа людей или организации должны пройти процедуру инструктажа. Специалисты лесопарка рекомендуют с пониманием относиться к введенному запрету и внимательно следить за сообщениями в СМИ. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Сарове продолжается фотоконкурс, который объявил сайт «Саров-24». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо сделать селфи или любой другой снимок на фоне жилищного комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы реки Садис. После этого фотографию с хэштегом «Саровская ривьера» нужно опубликовать в социальных сетях или прислать на электронную почту info.sabakasarov24.ru до 15 июля. Победитель, которого определят до 1 августа, получит в подарок электросамокат «Сеуми». Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по Саровской ривьере. Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно, твой, возможно, твоего друга или той девчонке, которой ты лайкаешь фотки в Инстаграме. Канал «16» совместно с сайтом «sarov24.ru» запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе «Саровская ривьера». И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме. И выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом «sarovskaya riviera». Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля. А в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат. Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса «sarovskaya riviera». Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте sarov24.ru. И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам! В минувший вторник свой профессиональный праздник отметили экологи. Это те специалисты, которые пытаются объяснить, почему высыхают реки, гибнет рыба или летом выпадает снег. Они изучают состояние воды, земли, воздуха, влияния промышленных отходов на растения, животных и человека. Они выясняют причины природных катаклизмов и разрабатывают пути наименьшего воздействия людей на природу. В общем, профессия непростая, но вместе с тем очень интересная, в чем и смогли убедиться мои коллеги. Наблюдение за микроорганизмами, растениями и животными занимает немало времени, поэтому работа в этой сфере деятельности под силу не каждому. Но Марина Макеева все-таки выбрала для себя профессию биолога и сделала это осознанно. Я с детства это мечтала, то есть у меня никогда не было такого выбора и колебаний, куда пойти. Я здесь пришла сюда на станцию 28 лет назад и я не изменяла никогда больше своим пристрастиям. На станции юных натуралистов занимаются ребята, которые сами для себя решили, что хотят изучать природу. И, возможно, в будущем стать экологами или работать в заповедных местах. Воспитанники Сюна не просто ходят на занятия, а проводят различные природные исследования и пишут научные работы. Как правило, конечно, мы изучаем флору и фауну нашего маленького города, нашей малой родины. А потом, если у нас программы, они бывают и семигодичные, они уже изучают флору и фауну других стран. 5 июня весь мир отмечает День защиты окружающей среды. И для юных саровчан этот праздник имеет особое значение. Несмотря на возраст, они прекрасно понимают, насколько важно беречь природу. Если бы мы не охраняли природу, было бы очень грязно в городе, неприятно жить было бы, кислорода было бы меньше. Конечно, нужно беречь среду, чтобы быть здоровыми, чтобы у нас был чистый воздух. Очень важно охранять животных. Если они начинают пропадать, то мы должны их завозить в заповедники. Сохранением и защитой окружающей среды, как правило, занимаются специальные организации. Но делать это на самом деле может каждый. Мы можем проводить субботники. Ну, например, вот вырубили дерево, можно было бы посадить новое. Или украсить клумбу. Я не выбрасываю мусор везде. Я выбрасываю мусор в урну. Я не рву цветы, чтобы там вот понюхала и... Состояние природы напрямую зависит от человека. Именно он зачастую наносит непоправимый вред, который влечет за собой тяжелые последствия для грядущих поколений и всего живого. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Герой нашего следующего репортажа пока еще слишком маленький, чтобы примерять на себя роль – работяг. Отдохнуть, с пользой провести время и получить много полезных знаний – вот что хотят атлеты, воспитанники лагеря «Искорка» – Дворца детского творчества. Их водят на экскурсии, мастер-классы и просто знакомят с интересными людьми. На прошедшей неделе ребята отправились в кофейню «Премь», чтобы попробовать себя в роли настоящих поваров и кондитеров. На мастер-классе от профессиональных кулинаров воспитанники лагеря познакомились с секретами приготовления пиццы и десерта «Графские развалины». Все ингредиенты будущих блюд аккуратно нарезаны и ждут своего часа. Перед тем, как приступить к работе, школьникам нужно надеть фартуки и убрать волосы под специальные шапочки. Правила техники безопасности соблюдены и через считанные минуты воспитанники лагеря «Искорка» начнут знакомиться с профессией повара. Если ты думаешь, что ты сделаешь все хорошо и ты постараешься, то, конечно же, у тебя все получится очень хорошо. А если ты будешь на обувь все делать, то есть рассказывать печену или сыр или грибы или какие-нибудь другие ингредиенты, то у тебя ничего не получится. Ребята разделились на четыре команды и совсем скоро, благодаря совместным усилиям, обычное сырое тесто превратится во вкусную пиццу. Для того, чтобы тесто не прилипало к скалке, повара советуют посыпать его мукой и раскатывать до тонкого слоя. Таким образом, готовая пицца будет нежнее и вкуснее. Легкими движениями руки мы на нашем холсте по имени «Пицца» вырисуем вот такими вот мазками. Пицца с ветчиной и грибами отправилась в духовой шкаф и на очереди у юных поваров не менее вкусное блюдо. Десерт «Графские развалины» готовится быстро и не требует особой подготовки. В создании кондитерских шедевров каждый может проявить фантазию и полет творческой мысли. Однако Илья Муругов считает, что лучшие кулинарные шедевры создаются в компании единомышленников. Потому что мы каждый самостоятельно все делаем. А когда мы делали пиццу, мы все в команде. То есть каждый выполнял отдельную часть и было намного проще. Безе, крем из вареной сгущенки, шоколадный сироп и тертый грецкий орех. Вкусное лакомство получается даже у тех, кто впервые пробует себя в роли кондитера. По чутким руководствам профессиональных поваров у ребят получились не только вкусные, но и красивые десерты. У нас есть особые друзья, которые в этом году приняли решение сделать этот мастер-класс благотворительным. Это Олег Сидарук, Павел Харитонов. Вообще для нас это было совершенно неожиданное предложение. Нам сказали, принесите только фартуки и чепчики. Все остальное это наше. Спасибо! Прямая линия с Владимиром Путиным ежегодно привлекает к экранам миллионы телезрителей и способна дать фору любому, даже самому рейтинговому проекту. Ничего удивительного, учитывая, что вопросы, которые задают напрямую главе государства, обычно решаются быстро и без каких-то бюрократических проволочек. В этом году соробщение до президента не дозвонились, но мои коллеги все же решили пройтись по городу, чтобы узнать, о чем соробщение хотели бы спросить главу государства. Вот что нам рассказали. В 16-й раз Владимир Путин ответит на вопросы граждан России. Попробуем сегодня узнать у жителей нашего города, какие бы вопросы они задали президенту нашей страны. Пойдемте! Я хочу задать вопрос, когда нашим российским учителям поднимут зарплату. И когда они будут получать столько, сколько они работают. Я бы спросил, наверное, о компенсациях работающим пенсионеров. Извините, это меня просто касается. О перспективах оборонной промышленности, объем гособоронзаказа и каким образом все-таки удачно и успешно мы сможем перейти на выпуск продукции гражданского назначения. А если бы мне представилась возможность спросить Владимира Путина, задать ему вопрос, я бы спросил, когда же в стране начнется год дорог в России? Когда же мы начнем делать эти дороги, чтобы можно было ездить и не ломать свою машину? Владимир Путин, ответьте, пожалуйста, мне. Какой бы вопрос ему задали, если бы у вас была такая возможность и он бы вас услышал? Откроет ли наш город? Так как я являюсь водителем, езжу на мотоцикле, на машине, я бы задал вопрос про цены на бензин возрастающие. С чем связано возрастание цен? О заработной плате учителей. Будущее нашей страны. В каком аспекте? В мировом. По поводу подорожания бензина. Когда у нас подешевеет бензин, дороги станут покачественными. Про зарплату для молодых инженеров я бы задал вопрос. Для вас собирали вопросы к Владимиру Путину, Кириллу Васенину и Владимир Лисик. Фразу «Город единства непохожих» я впервые увидел в середине 2000-х в московском метро. Рекламные баннеры с таким слоганом украшали едва ли не каждый эскалаторный тоннель. Живя в столице, я тогда мало интересовался жизнью родного города и не знал, что благотворительный проект под таким названием «Есть и в Сарове». Вот уже больше 10 лет саровчане принимают активное участие в помощи молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. Кульминацией этого проекта станет благотворительный марафон, который пройдет в День России на стадионе Икар. «Саров – город равных возможностей» – эта фраза вот уже на протяжении 10 лет сопровождает клуб «Общение Лотос». Ежегодно 12 июня на праздники Дня города и Дня России подводят итоги благотворительного проекта «Город единства непохожих». Суть акции состоит в том, чтобы помочь молодым людям с ОВЗ заниматься любимым делом, совершенствоваться и добиваться высоких результатов в спорте, а также выступать с творческими номерами на площадках города. В этом году ребята из клуба «Общение Лотос» подготовили для горожан сразу несколько игровых точек. Будут работать игровые точки, игровые площадки, будут работать организованные вообще аллеи, так скажем, площадок «Саров – территория добра и творчества». Очень интересно в нескольких направлениях. Будут подготовлены для всех желающих мастер-класс по плетению коз, мастер-класс по художественной керамике. Сразу после акции всех граждан приглашают на футбольное поле, где пройдет благотворительный матч между сборными администрации города и городской думы. В финале праздника будет разыгран главный приз «Гироскутер». Каждый желающий с трех часов, когда приходит на стадионный кар в двух точках, на старте и на финише, могут приобрести, купить билеты этой лотереи, опустить корешок в барабан. И на футбольном поле мы все это разыграем. Все собранные средства пойдут на комплект звуковой аппаратуры участнику клуба с ограниченными возможностями здоровья «Лотос» Виктору Новикову. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. И в завершение о спорте. В Сарове проходит 70-й чемпионат города по футболу. За главный трофей сражаются 14 команд – представителей различных организаций и предприятий. В этом году организаторы решили провести турнир по новой схеме, разделив участников на две группы. Как сложились последние игры, узнаем прямо сейчас. Яркие атаки, динамичные передачи, острые моменты у обоих ворот. С первых минут футбольный клуб «Терем» атаковал соперника и смог отправить сетку два мяча подряд. Но контратаки со стороны команды «Вымпел» долго ждать не пришлось. На перерыв игроки отправились со счетом 2-1. Во втором тайме футбольный клуб «Терем» вновь отличился и забил ворота «Вымпела» еще один мяч. Итог встречи 3-1. Соперник молодой. Это его в первую очередь. Он физически настроен, он перебегает сегодня. И у нас скамейка. Половина травмированная, половина на запасе. Соперник, да. Соперник хороший. Команды «Терем» – чемпион зимнего турнира по футболу среди команд «Царова». Решение создать свою сборную и участвовать в городских турнирах было принято два года назад. Сегодня игрокам команды предстоит побороться за новый чемпионский титул. Хотелось бы занять, возможно, первое место в чемпионате города, ну, либо в кубке города в этом году. Всего в чемпионате города принимают участие 14 команд. В этом году на поле встретятся практически равные по силе сборные. Матчи будут проходить сразу на двух полях одновременно – центральном и запасном. Сезон у нас юбилейный, 70-й. Прежде всего, это для себя, для популяризации развития футбола, массового футбола, городского футбола. Чемпионат города по футболу только начался. Впереди футболистов ждет серьезная борьба за призовое место. Обладателем титула чемпиона города станет самая сильная и достойная команда. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин